Данное видео создано в развлекательных целях. Всё показанное сегодня по Вебройзе. Трэээго. А мне семечек. А мне. Что, Димочка? Чё стоишь? Кого ждёшь? Разрывай, налетай, как орёл на эту кормилицу. Представь, что у тебя 10 птенцов дома сидят. Они хотят червячка. Надо найти здесь червячка. Но тут какие-то одни бытовые отходы, я смотрю. Одна бытовуха. А нам нужна техника. Ну, на крайняк брендовые шмотки. Ход конём, а-а-а, слышишь? В мою любимую полез. Где вещички? Опа, целый мешок шматья. Там вынос хаты. Ай-яй, дай глянуть. Осыпай. Топовые находки. Щука? Нифига себе, щука, ребят, смотрите. Воняет реально. Сколько ей лет-то, блин. Тут можно было пиво найти к ней. Но тут можно помереть. О, пидора. Ой. Офигенный парень приехал, ребят. Крокодил. Давай залутаем быстрее. Падла. Куда едешь, падла? Дай нам кормилицу разорвать. Капец. Вот так всегда. Всё обломал нам. Там помои выливают. Эта помойка, она такая, ребят, говняная. Вся в говне постоянно. Так мало того, что сюда говно сгружают. Сюда ещё вот помои выливают. Топ кофточка. Ну, можно на продажу забрать. Фу, капец. Ну, вот эта шляпа. Всё в говне. О, Дим, лифчики. С говном. Ебать тебя подстригли. А они что, тебя чёлку не филировали? Дим, пожди, у тебя... Потому что, я же сказал, это не стрихот, это волосы. Волосы тебе надо будет умыться, по-моему. Так куда этими перчатками, блядь? Ты их видел? Лицо ли трогаешь? 250? Ну, это видно. Чёлочку, как будто топором отрубили. Эээ. Шо? Ебать. Что это? Русский журнал для мужчин. Второй год издания. Август. 92-й год, ребят. Андрей. Русский журнал для мужчин. Жесть. Ну, тут и картинки. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Вот это я понимаю. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Жесть. Ребят, я не думал, что такое. В 90-х выпускали, смотри, Смирнов водка. Жесть. Да тут плакат даже есть. Это ж коллекционные журналы. Оу-май. Гаттэс. Оу-щит. Да так тут придётся мне этот затвор-то это. У меня шишка уже подымается, ребятки. Я в шоке. Вот это журнальчики. Вот это Дима сейчас удивится. Телезионная реклама высшего класса. Нео-Ти-Ви. Вот тут два таких журнала. Андрей. Русский журнал для мужчин. Вот второй журнал. Капец, там столько... Ой-ё-ё-ё. Оу-май, щит. Оу-х, щит. Жесть, ребят. Вот это в 90-х чё показывали. Нифига себе бизгальтер. Помоечка дарит это. Утренний стояк. Может кто-то из вас хочет купить эти журналы. Обращайтесь, пишите в мою группу ВКонтакте. Штребух называется. Все ссылки в описании, в описании канала. Дим, ты сейчас охереешь. Это не книги, чувак. Русский журнал для мужчин. А год смотри какой. 92-й. Прикинь? Я считаю, не родился даже. Как тебе? Это тупо коллекционная тема. Кто-то тележку без колеса оставил. Но тут более... Ой. Пока. Не хотел, чтобы ты нас покинул. А он взял и улетел. Вот тоже сейчас улетит, наверное. Нет, вот этот улетит. Капец, он улетел, ребят. Вы видите? Все и поднимается вверх. Ребятки, зацените. Гипс я снял. Уже разрабатываю палец. Но, вот видите, сгинать не могу его. Здесь все окей. А тут не могу пока сгинать. Но я надеюсь, смогу сгинать в будущем. Так хотя бы трогать. Теперь кормилицу могу, любимую мою. Теперь пора наверстывать упущенное. Вы нас хаты? Где? Вот это интересно. Лезу тогда. О, сумка для ноутбука нормальная. Целая, хорошая. Постирать и все. Медь? Дай гляну. Медяшечка чистокровная. Топчик забираем. А вот для цветов или чего. Какая штучка крутая. Тоже заберем. Опа. О, у меня тут медь. Или чего. Это, кстати, для кабеля наматывают. Для удлинителя штучка. Это какие-то... Алюминиевые. Ну и все. Сумку забираем. Сразу находочки сюда. О, что-то тяжелое. Плиткорез ручной. Сюда. Плиткорез. Сюда. Да, тут он. Он новый. Вообще как новый. Сюда. Сюда. Все целенькое. Он новый. Он новый. Плиткорез, ребят. Целый, новый вообще. В коробочке. Вот это бомба. Такое за тысячу рублей продадим на Авито. Просто кайф. Плиткорез ручной. Для резки керамической плитки. ПР-40 модель. Ребят, мы на кормилице. И знаете, что я заметил? То, что в помойке голяк. И я тут увидел вот такое вот объявление. Которое было здесь приклеено. Продам квартиру. Ну, видимо, вот эту квартиру продают. Раз здесь объявление наклеено. Ну, ладно, оставлю. Здесь, может, какие-то бомжи такую квартиру и купят. Даже я бы такую квартиру купил бы. Неплохая такая, уютная студия. Квартира-студия в Мурино, как говорится. Я их сейчас все разорву. Один... Вон улики. Жилетка дворника. Видимо. Теперь понятно, кто тут рылся до нас. Ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Телевизор, да. Телевизор. Не-не-не-не, чувак. Тут вынос огромный. Крупный вынос. Надо доставать. Телевизор маленький, Хундай. Да аккуратно палец, блин. Да куда ты лезешь, блядь? Дай сюда. Телевизор, ребят. Обычный, маленький, кухонный. Целенький, думаю, рабочий. Блок питания на 12 вольт ему нужен. Надо найти. Кто она? Это нормальная балаклава хотя бы. Да ладно. Шлемник хороший. Это нормально. Так покажи. Вот это мне надо. Это мне надо. Мне надо вот эта балаклава. Так это балаклава спецназовская, наверное, настоящая. Ну, тетя, дедю, нядя. Опа. Подай аптечку, помоечка. Опа. Вот и аптечечка в сборе. Ребятки, аптечечка. Что тут еще есть? Вот это для массажа топовая тема. Это кайф чистокровный. О, огнетушитель. Так это вот машину комплект был. Аптечка и огнетушитель. Ему жопа, он какой-то спущенный, да? Аккуратно, ювелирка. Ювелирка, аккуратно, говорю. Аккуратно. Так ты куда лезешь? Так я увидел. Так кто ты ювелирка? Иди, няхуй. Я вижу, я вижу. Ювелирка. На тебе ювелирку. О, набор для шитья. Еще набор для шитья. Иди, няхуй. Палец мой, аккуратно. Вот это что такое? Что это? Носки? Это носки с пальчиками топовые. Дедю, нядя. О, перчаточки топовые для помойки. На, 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 на. Лезет, блядь. О, куколки. Куколки лол, там всякие вот это. Шляпа одна. О, рюкзак. О! Сюда! Это мне топовые фары. Обалдеть, они крутые. Они прям под лицо подавал лица. Жудерка? А вот как тебе такая божья коровка? Это на айфон вообще-то, чувак. Или на хуе-йоми. Скорее всего на хуе-йоми. Очки топовые. А ну, Дим, померяй. Это байкерские. Дим, померяй. Это байкерские. О, топчик вообще. Ты на стиле. Мы забыли взять топовую кастрюлю для барабана. Ага. А вот тут еще топовый вынос. О, Димочка. Чулочечки для тебя. Зонтик. О, две пары перчаточек для помойки. Это не пойдет для помойки. Пойдет. Кастрюлька сюда. Кастрюля сюда. О, это на прод... А, слушай, капец у нее качество дерьмо. Ручка просто разваливается. Это, наверное, тоже. А ну, проверим. О, офигеть. Вот это качество, я понимаю. Что такое? Это уже скутер. Почему? Потому что пакет надо отцепить. Ага. Тут какие-то простыни. Покрывало или простынь. Что-то такое. Забираем. Дим, кстати, у тебя очки, как у одного наркомана. Ты понял, за какого я говорю? Который всего хорошего. Вот вставка, ребят, гляньте. Всего хорошего. Ох, кормилица, 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 кормилица. Эй, кормилица, эй. О, подставка для ноутбука из Икеи. Бомба. Две подушечки из Икеи хорошенькие, аккуратненькие. И, видимо, стаканчик тоже из Икеи топовый, красивый, граненый а-ля подушечки. Стаканчик на. Тут еще шмоточки аккуратненько сложены. Вот такой аккуратненький вынос с хаты. Как я такие люблю. Чистенькие, вот такие аккуратненькие. Детские джинсики на продажу. Кепочка. Пойдет. Вот еще детская маечка. Платье детское. О, оу, щит. Блок питания, ребятки. На 450, но по 12-ти вольтной линии 276. Значит, на 276 ватт шляпный. Это на металлолом. Хотя я говорил, что мы не будем его уже собирать. А тут эти провода, они не медные, а типа... Они, я знаю, это... Опа. А, чикс. Подъехали кормилицы. Ну, да. А? Да ну нахер. Покажи. Ой-ой-ой. Вот это тема, ребят. Зацените. Это школьный, да. Но все равно круто. Офигеть. Я такое никогда не находил. Всегда хотел найти. Тупо Ака. Ака 47. Ву, щит, мэн. Фак, дэн. Че это такое? Провод какой-то метный. Ребят, ну вот это тема. Вот это мне от конкурентов защищаться, пугать их. Тук-тук-тук. Тук-тук-тук-тук. Вообще, вот это бомба. Это надо с собой возить. Вот так вот прицепить, короче, вот сюда к самокату и ездить. Вообще бомба. Вот это топ находка. Забираем. В гараже оставим, пусть там будет. И вот надо только подкрутить, чуть-чуть починить. Акашка из дерева. Кто-то разрисовал, знаешь, как в CSGO. Скин кто-то сделал такой, блин. Вообще тема. Старый Ака. Добрый старый Ака. Ну как добрый? Он не добрый. Let's go, ля-ля-ля. Быча молодой аристократ. Это биты. Это не табуреточка. Это биты. Ребят, кто не знал, такие советские табуретки, это на самом деле биты. И я раньше вот эту окантовку алюминиевую сдавал. Вот, это биты. Берется, выкручивается ножка. И получается вот такая бита. В детстве я с такими гонял и самооборонялся. Чё ты, блин? Такой удар по голове будет. Давай проверим шлем. Let's go, ля-ля-ля. Быча молодой аристократ. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Какой фуршет на кормилице. Даже адекватные бананы. Хотя оно всё что-то в плесени. Вот этот хорошенький. Вот этот я сейчас съем. Взрывоопасный молоко. Дим, поделиться с тобой бананчиком? Будешь? Да нормально. Крыс тут потравили вроде. По бананчику? Давай. У тебя сладенький? Да. Нравится? Ну и я кормит. Помойка кормит, ребятки. И дарит лёгкие перекусы. А ты ещё смотришь. Не завидуй. О, курточка топовая. Капец. Заряженная куртка сразу. Дим, Дим. Куртка сразу заряженная новыми перчатками. Для помойки. Так это топовая на зиму лутать. Да она вся набитая и все карманы. Вот тут что-то есть. Какой-то пакет. Капец она тёплая. Дворниковая роба. Чё, берём. Нифига сколько меди. Это сукауха. Это для колонок провода. Это для саба провода топовая. Для сабвуфера? Обалдеть. Это забираем мы. Дворник копил. И всё то, что он копил, выкинули вместе с его одеждой. М-м-м, вещевидные. Опа, что-то есть тут. Наверное, насадки от фена. А нет, пеликан. Он ещё и пеликает. Живой он. Ой-ой-ой-ой-ой. Кальянчик. Ребятки заряжены целые. В комплекте как новый вообще. Давай, высыпай туда. Вот это топ находка вообще. Кальян заряженный. Да это я тут уже рылся. Давай, вываливай. Чё у тебя там? Wi-Fi роутер. О, нормально. Пойдёт. Его собака погрызла. Из-за этого выкинули. Где? Ну, ничего страшного. Это на уровень сигнала не повлияет. Э, ты чё творишь? Ладно. На тебе фига, может мелко. Ага. Сейчас я и узнаю. Всё сам посмотрю. Нету тут одна залупа. Вот тебе, блин. Линейка. Писюн будешь замерять. На. О, нормальная вот эта кружечка топчик. Вообще нравится. Классная. Кальян вообще заряженный. Вай по кайфу, бля. Кальян, бля. Куда полез? Не надо лазить здесь. Тут все мои кормилицы. О, картины. Офигеть. 2017 год. Картина. Смотри. Рисованная, настоящая картина. Подписанная даже. В рамке такой древней. Вот ещё. Только она вся в пыли. 2005. О. На барахолочку. Ну, а вот это, я не знаю. Наверное, это шляпа. Она ещё сгнила уже. Видишь? Плесень. Ой. А-ля. Это типа луи бетон набитый плиткой. Чемодан забитый плитками. О май гад. Да. С такими находками мне придётся радоваться вот этой палки. Вау. Какой дрынов фигенный. Какая палка топовая. Её можно вот так крутить. И балди. И чуть не ударило, блин. Не успели подъехать. Тут сразу дрыц. Телевизор. Куча фиксиков внутри. Хоризонт. Горизонт. Коллекционный. Решили поехать на старый район, где сто лет не были такой толпой. Нас четыре человека. И сейчас ещё пятый подключится. И будем разрывать помоечки в пятером. Ну что, погнали, пацаны? Ну, а те кого-то кормилица. И моя братва голодная. Хотят все поживиться оттуда. Но я первый сюда приехал. Дима, Дима. Дима, Дима. Дима, по твоей части. Мельхиор там, фарфор. Чайнички. Чайнички. О, вынос хаты, Дима. Провода. А, нет. Во. О, советская лошадка. На, Дим, забирай. Куда лезешь? Это мой вынос. Кому? Сумочка для бабушки. Вот. А, это разделочная доска. Смотри. Дим, хорошая. На продажу. Пойдёт. А корзинка бабушкина. Ой-ой-ой. Кому бриться нечем? Дениска, на. Пенка. Нятяк-нятя. Кусок сала. Ой. Тетя кормилица. Вот она. Надеюсь, порадует, блин. Что тут у нас спрятали? А это чего? Какие-то штуки непонятные. Опа. О, комбайн. Вроде бы нет. Вроде бы нет. Там банка с... Ой-ой-ой. Это маринованные яички мужские, походу. Жесть. И там сверху их жир плавает. Семя извержения вот это. Дим, штанишки на продажу. Дима, как ты мог пропустить вот этот стиль? Вот этот фэш... Фэшион. Фэшион. Наш штанишки на продажу. Закупорочки. А где находочки? А вот и находочки. Опа. Ралитет. Шарп. Зашарпимся. Тут даже моностерео звук. Да, это классный. Вторую колонку надо найти. Иксбас. Нифига. Там еще бас в нем. Вот. О, там в коробке игровые наушники. Я вейп нашел. Вейп. Что? Подик нашел. Вейп. О, нифига себе. Вейп. Ашкуди. Со съемными картами. Подик. Ашкуди с Type-C зарядкой. Смотрите, горит. И съемные поды. О, так он еще и это, с жижей. Нифига себе. Так он, наверное, будет сейчас куриться. А где ты нашел? Как я не заметил, блин. О, Дима, ты не представляешь, что тут есть. Тут ваза хорошая. О, ноутбук был здесь когда-то. О, нифига себе, песочные часы настоящие. Песочные часы. Никакая не находил. Реально. Песочные часы. Реально круто. Ребят, вот это редкая находка. Да. Ой-ой-ой. Набор орехов разных. Кому вам надо? Ты что, охуел? На, блядь, ты-то забирай. Орехи дорогие, пиздец. Их жарить нахуй на сковороде. А, ну там червячки есть. Вон они шевелятся. Завелись червячки, выкинули. Там червяки. Лучше такое не приносить домой. Они же разбегаются. А по-моему, будут жить в другом. В другой этой муке. Вот такие ножки вообще можно продать регулируемые. Ебать. Походу вынос с хаты. Вот здесь. Сытный вынос с хаты. Вот, сытный памперс вынос. Рахаты лукумы или это шоколады. Шоколад вроде бы. Или сыр. Ой-ой-ой, водочка. Ой, монитор. А, нахуй. Мое. Мое, нахуй. Идите, мое это. Мое. Мое. Блё, мое. 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 Игровой. Мое. Мое. Целый. Целая матрица. Лос. Лос Сантос. Игровой монитор. Да похуй, как он называется. Лос. Да потому, что ты не хуй ебалом щелкать. Вон, это лос монитор, а ты лос. Не, реально. Не вижу потеков. Так там еще один. Не знаю. О, хорошенький. LG. А ну. То вроде тоже целый. Капец, ребят. Вот этот монитор LG можно продать тысячи за три. А вот этот моник, если рабочий, то ему цена все шесть тысяч. Ой, тысяч восемь ему цена. Это по-любому игровой. Он типа безрамочный. IPS там. Тут может сто шестьдесят шесть герц или сколько. Модель G2590FX. LCD монитор LOS. Стоит такой монитор на Авито вот столько. Ну, а мы сейчас повезем его в гараж проверять. А я чисто краешек монитора увидел и такой. О, о, Дима. Топ находка, Дим. Химитек какой-то. Безводное средство для удаления пигментных и нефтоорганических загрязнений. О, ебать тут жрачки. Ебать. Держи. О, лимонад. Вкус советского лимонада. Но его вскрывали. 13-й, 03-й, 22-й. Кто будет попробовать? Понюхай, может это Нассана. Майонез самый дешевый. Фу, ну и вкус у него говно полное. Да, у нас тут целая бригада. Снял? Да, снял. Пиздец набрали хуйни. Да. Но у тебя тут тоже по-любому, да, нихуя нету? О, нифига себе. А ты видел, у тебя в помойке рюкзак лежит. Вот, смотри. Денег там, у нас тут. Денег, может, да. Сейчас поделим. Что это? Куртка? А, это рабочая форма. О, так это тебе. Вся, вытру. На. О, это это. На поездах ездят. Рут. О, проводная. Да, проводницкая. И рюкзак так-то хороший, маленький, чекерс. О, а это чё? Кожаная. О, там, это, угляните. Где? Вот там пакетик. Сюда, это медь. О, чайник битый. А где подставка? Подставка где? О, вынасханты. О, шарики. Надо шарики, шарики, надо шарики. А клубничный? Коктейль клубничный надо. О, ебать. А это что? Чай. На, 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 чай японский, ебать. О, а это что? Кокаин. Кокаин. Маска тканевая с секретом улитки увлажняющая. Что? Маска с секретом улитки. Реально, маски для лица вот эти влажные, мокрые. С секретом улитки. На, Дим, на продажу. О, у меня клей новый. У меня тупо новый клей. Новый клей. Надо клей. Ой, 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 сколько тут чаю. Я аж хочу кончаю. Хочу чаю, аж кончаю. Чай, чай, вот, чай. Зацените, сколько находок набрали. И все Диме изгрузили. Потому что он у нас заведует находками с помоечки. Дима у нас этот, кладовщик. Заведует находками с помойки. Да. Ну чё, поехали в гараж-то, а выгружаться? Ну да. Думаю, хватит уже. Время уже поздно. Пришли в гараж и сейчас будем проверять первый монитор, который так подешевле, чем этот лос LG. Надеюсь, он рабочий. И я надеюсь. Смотрим. Раз, два. О! Нет сигнала, проверьте подключение. Целый рабочий LG монитор. Просто кайф, ребят. Помойка дарит. Вот у нас два монитора уже есть. Ну, теперь будет еще один, третий. Бомба. Ставим сюда, откладываем. Так, а теперь самый топовый монитор. Лос игровой. Где подставка? Ставим подставку. Она же здесь, вот она, вот она. Мы до этого подставку сняли, чтобы транспортировать. Ой, дай бог, чтобы рабочий был бы. Он как раз к этому компьютеру такой нормальный монитор будет хотя бы один. Сука, блядь. Что? Где все эти кабеля? Там малься, ебучий. Перерыл у меня здесь все. Гарасина, пока у меня не было. Нахуя ты там рылся? Тебе что там вкусно? Медом намазано, блядь. Ему медом намазано в моем, сука, музыкальном центре, блядь. По жопе, как уебать бы нахуй. Вечно провода там крутит, нахуя вертит. Я нормально нахуя вертил. Да. Сейчас, один рабочий. Да ладно. Вот этот. Да. Вот этот. Лос, поворачивай. Ключи аккуратно, не дри его. Блядь, ну сука, ебаный в рот. Битый, падла. Кто-то так же, наверное, уебал, когда играл. Падла битая, разбитая. Вот это обидно, ребят, капец. Ребят, зацените, сколько дисков с помоечки насобиралось. И чтобы их сдать на металлолом, нужно распилить покрышки. А для того, чтобы распилить покрышки, нам пришлось поехать за дисками. Но я думаю, двух будет мало. Поэтому кое-кто сейчас поедет за дисками для болгарки. По штанам спилить покрышки, чтобы диски металлические сдать. Так их не сдать. Лех, тут два надо еще. Не хватит. Сейчас поеду, блядь, на заднем. А ты что, стонтить умеешь? Блядь, ты вот говоришь, что он у тебя на заднем не едет. Я тебе сейчас покажу, как он едет. Серьезно тебе говорю. Дашь ключи? Конечно. Да, нет ключей, там они. А, ну сейчас поехали. Этот, деньги все есть. Два диска еще у нас. Да, еще, нет, еще штучки три, чтобы пять было. Ну и заодно я сейчас покажу, как надо здесь покрыть. Давай! Пизда телефону. Треснул экран, да. Треснул экран. Пизда. Рулю и седлу и треснул экран. Ребят, он говорит, я сейчас, что ты хотел показать? Что хотел показать? Стопи? Или год? А? Другая хуйня. На заднем хотел? Блядь. Ах, у тебя ж хуй чуть не вывалился. Дима, Дим, что скажешь по поводу, ну, того, чтобы давать другим скутер покататься? Никогда не давайте своему-то технику никому кататься. Это чревато и для мототехники, и для ездоков. Готовимся к переезду в Краснодар. Вот, разбираем склад гараж от металла, перебираем, все сортируем. Вот здесь кучка алюминия, тут Илья. Отдыхаем, короче. Че, по-пацански сидим ребят. Ну, а сейчас я буду показывать, как нужно пользоваться этим инструментом. Ее пилить очень опасно, она закусывает. Потому что зажимается диск. Поехали с женой мусор выкидывать. И нарвались. Ну, а что-то тут пицца. Я же ее ел. На чем вкусная. Нарвались на вынос из хаты. Тут целый мешок топовых тем. Смотрите, аптечка. Наверное, вынос после умершего. Нифига себе, модная толстопка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Приправы-карики. Ой-ой-ой. Там еще столько всего. А вот тут мы уже припрятали такой велосипедик детский. По-моему, заберем. Ребят, я просто в шоке. Мы набрали целый мешок топовых находок. Три пары себе обуви нашел. Вот одни, к примеру. Лакос-спорт. Оригинальные. Вообще новые. Но его размера. Тут сундучок. И там куча всяких ништяков. Вообще до хера всего. Даже чуть-чуть техники есть. Всякие игрушки. Коробочки. Вот плывет она коробочка. Там пледики. Многое даже вещи запечатанные. Короче, вот этот неожиданный вынос из хаты очень порадовал. Просто кайф. Это было очень неожиданно. Потому что мы выехали в магаз. А не на помойку. Пришел, ребят, с женой домой. Вы посмотрите на этот огромный мешок. Я просто в шоке. Сейчас с женой будем все перевирать и смотреть, что там, чем помоечка порадовала. Итак, посмотрите, какой топовый пледик. Сейчас сразу и кинем в стирку. Это вообще офигенный плед. Как тебе пледик? Суперски заебись. Я буду под ним сегодня спать. Ух, вместе будем. Уместе. Ну, постираем только перед этим. Да. Так, дальше. Смотрите, какая игрушечка. Обалденный кролик. Огромнейший. Вообще, как новый. Идеальный. Это тебе от меня. Ух ты, спасибо. Так, дальше. Смотрите, еще какой мишка. Миленький. Смотрите, какой классный. Капец, помоечка дарит плюшевых медведей. О, да. Так, дальше. Здесь это глюкометр. Ну, вроде как-то так называется. Аку-чек. Я думаю, продать его можно будет за тысячу рублей. В чехольчике. А вот это уже, походу, брендовая шмотка. А не. Из магазина Зара. Ну, тоже пойдет. Вот такая вот кофточка обалденная. Вот это дедюнядя. Это на меня. Спереди такая модная. И сзади смотрится офигенно, блин. Постирай, я буду таскать. Офигенные заряды специй. Мне как раз на завтра. Потому что я планировал шашлык. На этой помойке было два таких мешка, набитых всяким добром. Вот один я вытрусил, себе забрал. Потому что он мне пригодится. Смотрите, какая топовая коробка деревянная. Это, наверное, от какого-то вина. Не знаю. В общем, коробку я заберу. Буду в ней что-то хранить. Но самое интересное, это, конечно же, в коробке. Ведь помоечка мне подарила оригинальные кроссовки от бренда Lacoste. Они вообще как новые. Они просто слегка грязные в приправах. Или что-то там выкинули вместе с ними. Новые такие кроссовки стоят вот столько. Ну, а мне бесплатно новые из помоечки. В сунтучке буду хранить свое барахлишко. Дальше. Мышка. Это мышонок Джерри. Ой, он даже пищит. Дальше. Я не знаю, что вот это. Гречечные вафли с гречечным белым шоколадом. Но сейчас попробуем, что это такое. Так они еще и сладенькие, ребятки. А еще вот в такой сумочке там была косметика. Вот такая вот. Зеркальце вот такое. Вот такое что-то запечатанное. Бижутерия. Хотя я поначалу подумал, что это золото. И вот такой спрейчик. Короче, это все тебе по твоей части. Не пойму, то ли крем, то ли духи, короче. Ну, вот и все. На день рождения подарок больше не просил меня. Дальше был найден вот такой какой-то датчик непонятный. Да, Соня? Что это такое? Ребят, понял сразу же, что это такое? Тут написал рек и плей. Ставил батарейки и сразу же понял, что это такое. Как видите, тут рек и плей написано. Нажимаешь рек и оно записывает голос. Помоечка кормит, твои бетушечки. Помоечка кормит, твои бетушечки. Помоечка кормит, твои бетушечки. Как видите, это записалось. Я не понимаю, для чего эта хрень. Но прикольно. И причем тут такая штука не одна. Их штуки две-три. Пригодится, не знаю. Зачем мне это? Ну, это даже не продать. Это положу в сюрприз-бокс. Дальше USB-шечки Type-C-шные, новые, как будто. Также была найдена там вот такая вот камера. Это видеокамера для наблюдения. Ростелекомская. Думаешь? Похоже. А, кстати, да. Ростелеком Wi-Fi камера. У меня такая была. Модель, серийный номер. Я в интернете и можно с телефона следить. Короче, что у тебя дома происходит? Обалдеть. Так это вообще мне надо. Поставь себе. Сюда можно флешку вставить и записывать. Ребят, тупо Wi-Fi камера. Видеонаблюдение. А ну, включим сеть. Работает, нет? Смотрите, ребят, загорелась. Рабочая по-любому. Обалдеть. Это очень круто. Я в любой точке мира теперь смогу следить за тем, что у меня дома происходит. Или поставлю в детское и буду следить за своей дочкой, что она там делает с помощью этой камеры. Обалдеть. Это, по сути, видеоняня. Стоит такая камера вот столько. Ну, а мне бесплатно. Продавать ее не буду. Конечно же, оставлю себе. А еще там был найден протеин и, походу, какие-то аминные кислоты. Это не просрочено. Тут полные банки. Кто-то, видно, занимался, а по-моему, забросил это дело. Но мне это пригодится. Может, я начну заниматься и буду это хавать. Самое крутое, что оно не просрочено. Стоит эта тема по-любому дофига. Вот столько. Ну, а мне, конечно же, бесплатно. Помоечка дарит массу, ребятки. И еще одна пара обуви, ребятки. Помимо этих топовых лакостов, были найдены вот такие вот кожаные ботинки от бренда. От бренда Балдини. Ребят, Балдини. Made in Italy. Офигеть. Кожаные, целые. Тут косяки только вот здесь. Ну, это фигня. Они теплые, зимние. Я буду зимой в них бегать. Я их уже померивал. Они сидят на мне. Идеально. В магазине такие стоят вот столько. Но мне бесплатно. Потому что я расхититель помойки. Еще было найдено очень много фитнес-одежды. Ну, типа, всякие там вот такие вот бриджи для занятия спортом. Там шортики вот такие вот. Тоже все брендовое, все дорогое. Капец. Вот бренд от Хэна. Вот это Nike Pro. Еще вот такие шорточки от Хэна. В сеточку. То есть, когда у меня жена будет заниматься, на нее жопу будет, получается, в зале на тебя будут смотреть. Вот еще вот такие вот мини-подушечки ребятки. Вот еще фитнес-одежда. И еще одна пара обуви. Это уже ребек ребятки. Рыбок. Смотрите, какие целые абсолютно. Ну, не как новые. Видно, грязненькие слегка вот здесь. Но это после чистки они будут как новые. Состояние идеальное. 45,5 размер. Правда, великоваты будут, наверное. Подарю их Диме. Ему, я думаю, они как раз подойдут. Помоечка обувает. Стоят такие рыбаки вот столько. А мне бесплатно. Подарю Димону. Резинка для фитнеса. Вот такая вот топовая сумочка. Тяжелая такая. H&M Home Brand. Она вообще в идеальном состоянии. Нигде не грязная. Вот такая вот книга. Куриный бульон для души. 101 вдохновляющая история. Книга как новая. Помоечка дарит образование. Полотенца полы мыть. Коробочка от Луи Витон пригодится мне. База для станка. Джилет. Вот такая вот коробочка. Для какого-нибудь интересного подарка. Сюда можно что-то положить и кому-то подарить. Как думаешь, кому? Ясный пенни. Вот еще вот такая вот коробка. Чехол туда. Типа кисти для макияжа скидывать. Это тебе. Тут опять эти звуковые записывающие штуки. Вот такие. Конверт из Хогвартса, ребят. Реально. Из Хогвартса конверт. А внутри, смотрите. Платформа 9,75. Лондон Хогвартс. Вот. Такая открытка. И здесь сейчас посмотрим, что написано. То есть это, получается, Гарри Поттер, что ли, выкинул? Занятия начинаются с 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 августа. Так, здесь еще бальзамчик или шампунь. Шампунь для окрашенных волос. Это как раз мне надо. Ведь я волосы недавно покрасил, ребятки. Ребятки. Как вам стиль? Мне очень нравится. Это очень смелый покрас. Все благодаря Верочке. Она очень много лет уже красит. Она моя подписчица, ребятки. И в Санкт-Петербурге. Все, кто живете, можете прийти к ней и покраситься. Скидка по промокоду Штребух 15-20% на любое окрашивание. Студия находится сразу возле метро Кировский завод. Чтобы быть таким же крутым, записывайтесь ко мне через группу ВКонтакте. Ссылочка, ребятки, в описании. Вот такие вот штуки. Вообще новые вкладыши. Бамбула. Многоразовый впитывающий. Это вот как раз для моей дочурки. Здесь их две пачки. Гречешная вафелька. На. И тайпсишный кабель. Ну, а на дне пледик еще один. И еще один. Сейчас сразу в стирку закинем. А на дне осталось самое интересное. Представляете, ребят, выкинули целый мешок картошки молодой. И полностью хороший. Нигде не гнилой. Капец, помойка кормит. Пожаришь мне картошки? А всем, кто из вас кушает, приятного аппетита.